На минувших выходных в социальных сетях появилось видеообращение жителей Одинбурга. Они обеспокоены планами застройщика, который, по их информации, собирается вместо социальных объектов возвести еще несколько многоэтажек. Министр жилищной политики региона Инна Федотова и глава Денцовского округа Андрей Иванов встретились с застройщиком, чтобы расставить все точки над «и». Разрешение на строительство домов не выдавалось. Новый проект также не согласован. Что касается социальных объектов, также наша позиция жесткая. Изменились нормы градостроительства. И тот изначальный проект, который предусматривал школу на 800 мест, сейчас трансформировался по нашей инициативе уже в школу на 1500 мест и также появился дополнительный детский садик. На переработку проекта планировки территории состройщику дали две недели. Окончательный вариант документа в обязательном порядке согласуют с жителями Одинбурга. Снега с территории Одинцовского округа вывезли уже на треть больше, чем в прошлом году. Но жалоб на портале Добродел и в социальных сетях на зимнюю уборку меньше не становится. Основная причина обращения – это не очистка и обработка дорог, а именно вывоз снега. То есть, либо на обочины, либо приладковые части, как правило, там, где припаркованы автотранспортные средства. Лидеры антирейтинга подрядчиков Одинцовская ДРСУ и ДИнжиниринг и Спецстрой. Их представители уверяют – делают все возможное. Так ДРСУ дополнительно привлекло к работам технику и две бригады рабочих. В приоритете – ручной труд из-за большой запаркованности территорий. У нас всю зиму эта проблема с ДРСУ. Такие или иные. Так же, как везде соучит спецстрой и ДИнжиниринг. Где статистика по тем штрафам в рамках наших муниципальных контрактов, где мы видим, что работа либо не выполняется, либо выполняется некачественно. Это значит не в срок и не до должной степени очистки. Вот где эти штрафы. 314 жалоб на 30 участков дорог за неделю. Глава Одинцовского округа дал поручение разработать дорожную карту, чтобы повысить качество зимней уборки. Срок – один день. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.